Среди 14 славянских народов белорусы занимают пятое место после русских, украинцев, поляков и чехов. И вот эти вот все четыре соседние пограничные с Белоруссией культуры, они нашли свое отражение, свою интерпретацию, влияние, причем взаимовлияние в белорусской культуре. То, что сейчас на экране, географическая карта Белоруссии, и вы видите только две возвышенности, в основном это леса и болота, и такое ожерелье рек по югу река Припять, по западу река Неман, ну и по востоку, соответственно, Днепр. И в этом смысле Беларусь, являясь, в общем-то, такой пограничной территорией, где-то к 18 веку, ну вот когда-то признанных классиков марксизма-ленинизма, получила определение такой вот заезжего двора и корчмы Европы. Потому что действительно территория, которую надо было именовать, чтобы попасть из Западной Европы в Россию, и из России в Западную Европу. Ну и в этом отношении, скажем так, сама культура складывалась таким образом, что эти территории принимали большое количество населения, и формировалась, так скажем, народность, тоже очень сложно. Ну и до сегодняшнего дня, например, вот здесь по Припяти, полишуки, например, считают, что у них своя собственная мова, свой собственный язык. Он действительно особенный, кроме белорусских слов, там довольно большое количество украинских слов. Ну и такая очень любопытная мешанка, когда кроме украинского, белорусского, еще какое-то свое собственное словечко присутствует. Моя коллега, родственники которой давно уже живут в Америке, и дети их, в общем-то, не говоря ни на одном славянском языке, вот на этой полесской говорке говорят. То есть вот это вот они как бы помнят как свою родную, родной язык. Что касается языка вот западной территории, там, где Неман, там очень много польского языка, немецкого и идиша. То есть вот такая вот. Значит, в центральной части все это еще мешается с татарским языком, потому что татарский язык в свое время стал языком, наверное, так можно сказать, на котором, который при помощи белорусского кириллического алфавита записывал свои звучащие по-арабски молитвы. Такая очень любопытная ситуация. Ну и в этом смысле, конечно, уже восточная Беларусь, там язык, значит, уже довольно активно мешается с русским языком. То есть вот такую единую, монолитную Беларусь нельзя представить. Поэтому веками складывалась довольно такая взаимовыгодная ситуация, которая позволяла очень хорошо чувствовать соседа, соседа, который за границей государства, и соседа, который внутри, рядом за твоим, ну, собственно, забором. Ну и в этом отношении столько разности. Вот, например, природа. Вот посмотрите, озерный край. Недавно я была в Пинске, и мы разговаривали с епископом. И епископ, который привык жить в центральной, такой холмистой Беларуси, пожаловался мне, что очень сыро ему здесь. То есть, ну, вот такая вот ситуация. То есть голубые реки, озера, и над ними, над всеми, даже сейчас, когда едешь, плывет бусил, летит бусил. Один из белорусских писателей, Беларусь так и обозначил, земля под белыми крылами. Ну, вот такая, причем, значит, бусил, я прошу прощения, это у нас будет, какая птица-то, аист. Еще два наименования бусила в Беларуси есть. То, что мне очень нравится, вода и обязательно туманы. Туманы необыкновенно красивые, разнообразные. И вот один из таких слайдов. Есть несколько художников, у которых целая серия туманы. Туманы возникают, рождая такие лирические и романтические мифы, поскольку вот здесь вот вы видите только фрагменты такого белой земли, а есть туманы, которые дают возможность, например, стоять вот этой вот, так скажем, туманной дымке где-то на метр от земли. То есть не сплошная, а вот такая какая-то странная полоса, которая действительно позволяет появиться какому-нибудь повествованию Владимира Короткевича. Замки, замков очень много. Замки возникают на территории очень давно. К XVIII веку они перестраиваются в дворцовые резиденции. Вот одну из них вы видите на экране, и в этом отношении еще в текстах XV века вот эта вот территория, которую немцы обозначали как нынешнюю территорию Белоруссии, она называлась замковой, краиной замков. Вот это любопытная вещь, если вам скажу, что в глубине замок, но замок XIX века, такая игрушечка. Он стоит на возвышенности, должен был быть окружен большим количеством деревьев. Сад был совершенно невероятно большой и с раритетными такими деревьями. А вот ближе к нам, если бы я вас спросила, что это такое, а это распространенная усадьба, дом, шляхтича средней руки. То есть это деревянная почти крестьянская востройка. Отличается она тем, что при входе есть гаанок, есть небольшой портик с крылечком. Ну и очень часто крыша вот такая мансардовая. Видите, как будто посажено что-то сверху такое. А здесь уже начнется непосредственно периодизация, которую нам очень важно представить, чтобы понять белорусскую культуру, белорусское искусство в контексте Украины в данном случае. Скажите, секундочку, с крышей, как я вам показываю. Что? Там, где специфика крыша. Да. Вот она, мансард. Прошу прощения. Вот видите, как будто что-то сверху хотели. Вот такая мансардовая крыша. Вальмовая идет в этом определении, так скажем, терминологическом, архитектурном. Значит, ну а теперь уже непосредственно к тому, что можно закрепить как материал сравнения. Вот то, что вы видите перед собою, это одно из трех архитектурных шедевров, архитектурных творений, которые имеют дату и которые имеют автора-создателя. Это у нас донжон, ну, собственно, английский, французский, который активно строили на Волыне, на Украине. И вот этот донжон перешел через границу и оказался на Белоруссии. Летопись рассказывает о том, как город, это каменец, был основан князем Владимиром Васильковичем. Князь идет по реке и, наконец, говорит, вот здесь красиво, здесь будет город. И вот я недавно там была, специально пошла посмотреть, как выбирали место для городов. Вот здесь будет красиво. Надо сказать, что из-за пойменности реки башня стоит, а все остальное очень низко очень, заливные луга, и там строительство до сих пор не ведется. Ну, вот эту башню окружала деревянная стена, деревянная крепость, и башня, ну, как это даже в Европе полагалось, она была последним пристанищем защищающихся. Все, что в ней находилось, возможно, было уничтожить, кроме верхней площадки, где могли собраться спасающиеся и уже не дать возможности даже снизу их доставать. То есть такое любопытное сооружение, сооружение конца XIII века и сооружение, которое было гениальным, наверное, изобретением, взятым Западной Европы, но я даже не знаю, как назвать эти действия Владимира Васильевича, скорее какие-то не совсем архитектурно точные и, может быть, политически не очень такие точные, потому что вот это вот все не уберегло от татаро-монгольского и потом захвата рыцарями-крестоносцами. То есть вот эти вот все территории требовали иного рода обороны, иного рода защиты, и, как интересно получается, новая крепость, новое фортификационное сооружение, и началось новое государство. Вот примерно где-то с середины, где-то с XIII века на территории Белоруссии вплоть от Припяти и чуть выше до Балтики возникает государство, которое будет называться Великое княжество Литовское. Но пока мы с вами говорим о тех пределах, которые еще XIII век позволяет нам увидеть. То есть это честные связи с Западной Европой, ну и, конечно, с тем, что мы с вами называем основой культуры Средневековья, и Восточной, и Западной Европы, с Византией. С Византией связи были очень тесные. Полоцкие князья, они, собственно, имели свою Софию, и когда их изгоняли, их изгоняли в рай, изгоняли в Византию, в Константинополь. В Полоцке существовала вече до XVI века. И вот перед вами София Полоцкая, строение XI столетия, она была третьей, вот в этот вот древнерусский, будем так говорить, период, период Киевской Руси, наверное, точнее так сказать. Это ее модель. Она сохранилась, это София, в Полоцке. Стоит она так же гениально, как ее задумали древнерусские зодчие, на пересечении большой реки и малой полоты, которая дала городу имя на очень высоком, красивом берегу. Но она уже в других, конечно, архитектурных формах и стилях построена. А XII века в Полоцке сохранился вот этот храм. Внешне его перекрыла двускатная крыша, крыша была с кокошниками, но кокошники были не такой вот полукруглой формы, как часто это бывает в русских храмах, они были стрельчатыми. Это было невероятное открытие, поскольку внутри в храме росписи сохранились. И реставраторы, белорусские и московские реставраторы, последним таким очень значительным мастером, который там работал, был Дмитрий Соробьянов. Он умер и там остановился процесс, немножечко работая. То есть Беларусь скорбила по поводу ухода этого мастера, реставратора. И там нашли основательницу этого храма, держащую модель. И модель эта выглядела вот с этими скокошниками, но со стрельчатыми завершениями. Храм удивительный, он тоже имеет мастера. Мастер Иоанн его строил в житии Ефросинии Полоцкой. Она святая, белорусская, но правда любопытная. Ей довольно поздно и бетифицировали, и святой она стала. А вот в народной молве она была сразу и после жизни, даже при жизни. Потому что серьезная очень Веча Полоцкая, она могла остановить, ну естественно, попросить принять разумное решение одним только своим появлением там, на этой площади. Сейчас палачане говорят, где эти Вечи обычно собирались, вот как раз около Софии Полоцкой. И прямо у них существует такое понятие Софийное пространство. Храм расписан в XII веке. Судя по всему, во время 1161 год, дата есть, когда его освящали. Потому что именно в это время в храм несли такой большой крест, где-то 52 сантиметра для освящения. Специальный крест воздвижальный он называется. Крест заказала Ефросиня Полоцкая. Вот он так выглядит. Фантастический дизайн, если говорить о XII веке как о дизайне. Это деревянная основа, золото, серебро, драгоценные камни, а по периметру – жемчуг. Форма растворяется, когда смотришь на этот крест. Такой достаточно точный вариант средневековой концепции света, мира, пространства, времени. Так вот, этот крест внесли в храм. Ну и храм уже, очевидно, к 1161 году был готов. Ну и, собственно, росписи. Росписи, судя по всему, делались константинопольскими мастерами. Росписи необыкновенно красивые, если можно это выразить именно в этих словах, чрезвычайно свободные. Там не пропало ни одного кусочка расположения этих росписей. И когда заходишь, то, понимая, что наши с вами предки не были ни сухарями, ни какими-то догматиками, росписи в таком иногда любопытном варианте в храме располагаются, хотя все они идут регистрами, ну, так скажем, как это принято в византийском искусстве. Очень много голубого. И голубой сохранился благодаря вот этим вот записям, которые были сделаны в XIX веке. Сейчас он окисляется. Поэтому, если вы хотите увидеть вот эту вот первозданную голубизну, которая уже нигде нет ни в Киеве, нигде в храмах XII века, где сохранились росписи, еще добирайтесь до Полоцка, потому что там эту невероятную, драгоценную краску можно еще увидеть. Когда первый раз открыли реставратор, я помчалась, сломя голову, а сейчас вижу, вот идет такое медленное-медленное, но окисление, оно зеленеет слегка. А так, это, ну, вот здесь вот видите слайды. Что еще интересно в этом храме, что в свое время, в 20-е годы, когда экспедиции, значит, руководимые концептуально специалистом по древнерусской живописи Игорем Эммануиловичем Горбарем бороздили просторы тогдашнего СССР, вот экспедиция приехала и поставила реставрационные меточки и открыла вот такие лики. Видите ли вы их на экране? Лики, которые, значит, с большими очень глазами, и в этих глазах есть что-то такое, что до самого последнего времени заставляло видеть в них портреты, а не святых. Страданий очень много. И вот этот вот накал страданий, он как-то связывает Константинополь и Беларусь в каком-то таком очень любопытном, если хотите, симбиозе, потому что, как правило, более просветленными должны были оказаться лики святых, а вот здесь Константинопольский мастер почему-то совершенно трагическими представил вот этих вот мучениц. Вот это вот крепость, с которой начинается новый период. И вот этот новый период уже связывает белорусские земли с землями нынешней Польши и Чехии, потому что замки должны были строиться таким образом, чтобы была возможность нескольких линий обороны и вот эти вот углы обстрела, то есть учитывали совершенную технику, которая использовалась в то время, территории подвергались уже влиянию, вернее, нападению рыцарских орденов. Ну и получается очень любопытная вещь. Вот на этой славянской территории, сугубо колонизированной, прошу прощения, славянами, где-то в пределах V, VI, VII веков, ну вот нынешней Белоруссии, происходит очень любопытная вещь. Автохтоны, болты начинают такую вот деятельность по организации своего государства. Казалось бы, вопреки, вместо того, чтобы прятаться, бежать, они организуют новый тип государства, и вот он выстраивается следующим образом. Крепости и кочующие столицы. Нет одной столицы. Поэтому сейчас историки не могут поверить, что такое не совсем правильное с точки каких-то исторических норм государства могло существовать. Но вот эта крепость в Новогрудке, такая же крепость в Лиде, вот этот Новогрудок, то, что от него сейчас осталось, огромный-огромный холм, рядом с ним, вот если видно верхняя картинка слева, храм, там крестили Адама Мицкевича в этом храме, и благодаря тому, что там его крестили, он выжил, должен был младенец умереть. Высокая очень гора, и вообще вот в Беларуси, я вам сказала, всего несколько высоких точек, но здесь действительно очень высоко, где-то там чуть больше 700 метров над уровнем моря. Когда приезжаешь, всегда меня дождь застает. А вот эта гора, вот она слева, справа, прошу прощения, очень высокая. Я когда первый раз еще совсем юным созданием к ней подъехала, и мне сказали поднимайся. Я не знаю, что лестницы там есть, я пошла по ней. Я думала, что я превращусь в скалолаза. Очень крутая гора, но самое интересное, когда я поднялась, к моим ногам приплыло кучевое облако. Было полное ощущение, что если еще сделаю шаг, я поднимаюсь и плыву дальше. То есть и вот эти кучевые облака, как всегда, на высоких местах, они в новогродах делают бесконечно трогательным местом. Ну вот сейчас такие только руины. Вот еще одна окочующая столица, это город Лида. Сейчас этот замок восстановлен, но это, конечно, такая игрушка в центре города, потому что на самом деле это хорошее оборонное место с запруженными реками, с рвами и так далее. Но обратите внимание, вот это бесконечная творческая какая-то нестандартная инициатива мне очень нравится. Вообще Беларусь только в нескольких местах, как Новогрудок, например, Минская возвышенность имеет хоть какую-то схоломленность, а вообще это низины. И вот Зойче выстраивает новый тип замка, который замок в низине, замок на флет, на плоскости. Таких в Европе практически замков не было. И вот он, собственно, видите, там вот на фоне город, но тем не менее замок очень хорошо оборонялся, держался, но и вот был вот это местом пребывания великого князя, великого княжества литовского определенное время. Вот эта входная галерея, это еще один замок, замок в Крево, с ним связано очень много всяких событий, уже непосредственно событиями 15 века, потому что один из великих князей литовских был приглашен в качестве мужа в корону польскую, состоялось первое такое условное объединение, ну и значит, там же был убит дядя, его двоюродного брата, по крайней мере замок тоже фантастический, они небольшие все по размерам, и он бы жил вполне в сохранности, если бы не Первая мировая война. Первая мировая война практически вся проходила на территории Беларуси, то есть вот эта вот линия обороны, и здесь под Кревом и в этой крепости располагались, в общем, ее бомбили с той и с другой стороны, и от нее вот уже практически ничего не осталось. Хотя, что любопытно, сделано из местной глины, и тоже очень нестандартно. Глина, я не знаю, вот как у наших предков, изучать их очень сложно. Значит, я говорю, что это за черные кирпичи, у специалистов спрашиваю. Они говорят, нормальные черные кирпичи, здесь по-другому не получалось, обжигали на дубовых дровах. Там такая температура, то есть он закалялся почти в металл, этот кирпич. Ну, можете себе представить, сколько войн, и все равно что-то стоит. Я бы, наверное, об этом не вспомнила, если бы не недавнее событие. Значит, белорусские реставраторы решили восстановить одну из башен. Ну, и, в общем-то, хороший кирпич положили. Башня упала через месяц. Значит, стали думать, как делать, какой кирпич, короче говоря, все варианты, которые они мне изложили, я думаю, что они все равно не состоятся, потому что нужно какое-то абсолютно нетрадиционное, радикальное решение. Значит, в этом отношении опять же замок, который связывает нынешнюю Беларусь с нынешней Польшей, Чехией, ну, и нынешней Литвой. Хотя, еще раз говорю, что это общая территория, Великое княжество Литовское, непосредственно, вот то, что связано с такими Балтами, которые сейчас себя обозначают как литовцы, это немножечко на север и ближе к Балтике. Так, значит, вот еще один уникальный момент. Перед вами храм, который очень долгое время исследователи считали, ну, просто готикой, белорусской готикой. Так, Михаил Александрович Ткачев, который исследовал такого рода сооружения. А потом оказалось, что это вообще Чехия по стилю. В Праге таких зданий много. Другое дело, что некоторые детали из этого строения убраны. А самое интересное, что первоначально это была маленькая крепость. Она до сих пор стоит вокруг ни одного каменного сооружения нет. И подобного рода храмы, их, собственно, каждый год по две статьи появляется. Загадка до сих пор не разгадана, но их все в голос называют инкастелированными храмами, то есть храмами-крепостями. Ну вот сейчас я вам покажу. Вот смотрите, детали, которые говорят о том, что это крепость. Вот, в частности, вот эти вот ниши, машикули, они были предназначены для подошвенного боя. Из них можно было, из этих ниш можно было стрелять, воду лить, чего там угодно. Ну и вот таких вот приспособлений здесь достаточно много, вплоть до того, что здесь была такая типичная для крепостей гирса, такая вот опускающаяся ворота. Вот перед вами связь со славянскими народами, с Грецией. Это икона, которая находится в Третьяковской галерее, голубое успение она называется, потому что использован в Мандорле Христа вот этот вот голубой цвет, столь важный и для символики, и для выразительного решения этой иконной композиции. Так вот эта вот икона, она происходит вот ой, я думала, что карта на экране, она происходит с Припяти, вот с этой южной части Беларуси, там она в Лещинском монастыре находилась. Лещинский монастырь потом эту икону передает во вновь организованную епархию, Минскую епархию, центр, который и монастырь выделили и построили в Минске. Ну и к началу XX века эта икона ну немодная оказалась, по крайней мере агенты Илья Остроухова ее нашли на колокольне в Минске с собора и передали в коллекцию Остроухова, уже после революции она оказалась в Третьяковской галерее. Ну вот это вот собственно одна из волн славянского влияния, которые прошли через Беларусь, очевидно оседая и двигаясь дальше в Россию. Хороший греческий мастер. А вот это значит интересная очень тенденция, представляющая три на экране три иконы, а тенденция такова. Перед вами значит православные иконы, которые вы вычитываете в очень интересном ключе. Они представляют постоянно развивающуюся иконографию. То есть в Беларуси икона, стиль ее и иконография не были кодифицированы. Поэтому например левая икона с таким раскрытым мафорием богоматери, представляющим ее длинную шею, такой модильяне перед вами. Рядом украинская икона в центре. Украинская икона и таких он довольно много. То есть иконография двигается, изменяется. А третья икона это то же самое, только решенная уже в народной традиции. То есть низовой уровень подобного рода высокая икона искусства, низовое оно и для России характерно. Но для Белоруссии подобного рода иконы показывают взаимодействие славянских народов ну и собственно как бы так пронизывающую сверху донизу культуру. Она обращалась и к аристократическим верхам и к народным. Значит посмотрите пожалуйста перед вами одна из икон на границе Украины и Белоруссии. Христос представлен. Когда реставраторы приезжают вот например из Москвы они говорят Ольга Дмитриевна голову надо посмотреть. Значит вот верх значит верх живая такая голова а низ очень византийский. Вот всегда кажется что взяли и значит это самое записали голову и верх должен нет ничего подобного. Перед вами вот такой вот вариант который и в Белоруссии и в Польше и на Украине и в Литве вот такое ну если хотите антропологическое изменение сурового иконного образа всеслышащий посмотрите какой ушастик значит ну то есть вот такая фольклоризация которая внедряется и в иконное искусство но при этом совершенно изумительно по-византийски сделанный плащ страницы книги ну просто изысканно там даже вот шелест из этих страниц можно ощутить еще одна особенность посмотрите фон он резной вот идет такой медленно очень концептуальная подвижка она всегда сказывается где-то на периферии фон цветной а вот в нимбе такие почти народные розочки нарисованы то есть такая очень свободная культурная программа касательно святых образов нет это полностью византий он мощный очень и византий пантекратор такого такой формы он очень известен с 9 века вот значит причем он салавом такая очень это правильная да а голова значит вот это вот абсолютно народная икона вот низовой такой вот стиль значит Христос виноградная лоза ну что любопытно берется текст и на текст находится определенная форма изображения то есть вот он в давильне вот этой виноградной Христос из него значит из ребра выходит вот этого лоза виноградная ну и ангел который осуществляет кстати с нами коммуникацию вот это вот любопытно в белорусской иконе в украинской тоже всегда есть глаза которые смотрят на нас для икон вообще характерен обратный взгляд а здесь обязательно появится кто-то кто говорит о том что вы чего-то не видите в иконе ну тут не очень ярко но характерно замечательная богоматерь в церкви находится она не очень много таких вот шедевров белорусских они не являются музейными то есть их церковь не отдает она чудотворная в Баркалабове но по легенде она привезена из России значит Пожарский якобы значит везет мимо место Баркалабова значит останавливается повозка и никуда не движется ну и вот это знак что надо монастырь так что по этому легендарному свидетельству это какая-то русская икона посмотрите какая она западноевропейская красавица совершенно потрясающей рукой совершенно таким антропологически славянским лицом который характерен для белорусов украинцев поляков подписная икона Богородицы умиления абсолютно такая ну если хотите чувственная вещь ну 17 век и вот этот вот самый иконописный стиль в таком вот духе он продолжается вплоть до 19 века то есть икону любят ценят ну и в этом отношении сейчас я покажу нет и в этом отношении я хочу сказать следующее что вот подобного рода ну это где-то средний уровень низово еще уровень вот эти вот самые иконы пишу пишу значит создаваемые в 18-19 веках они стали основой если хотите белорусского или существующего в белорусских городах модернизма у меня на одном из конференционных выступлений был такой момент я показала иконы из Витебска из Витебского древних хранилища и сказала что этот шагал и мне все поверили вот ну в общем-то Малевич не отрицал влияние иконы украинской и белорусской на свое творчество вот ну по крайней мере икона была очень живым таким материалом для создания формы для складывания идеи и супрематизма и собственно вот этого абстрактного искусства шагала хотя как мне говорили мои коллеги которые знали шагала что бы ему ни говорили ну там он совсем соглашался всегда говорили влияние иконы есть он соглашался но в реальных произведениях это можно видеть у меня есть одна из статей которая это показывает так а вот эта сакральная живопись значит это тайная вечеря написана в 1752 году художником геским 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 значит посмотрите пожалуйста перспектива а стол стол в обратной перспективе то есть причем мастер европейский он правда молодым очень приехал в Беларусь и умер в 1764 году он видимо в 1700 родился совершенно замечательные жесты что любопытная иконография восходит французской тайной вечери Луида Сильвестра светской сакральной живописи которая была выполнена для Людовика XV для Версальской каплицы ну вот такая вот такой вот собственно разворот но вот для славянского понимания художник вкладывается вот в такую любопытную форму с обратной перспективой видите стол практически перевернут если говорить о влиянии Беларуси на славянство то надо сказать что то что вы видите перед собою это первый памятник барокко в Восточной Европе благодаря Беларуси барокко получает Польша Чехия в меньшей степени Украина это очень раннее творение которое создано по образцу римской церкви джезу ну то есть ее внешний вид внутреннее устройство с такими достаточно постренессансными но уже ведущими барокко значит стягиваниями разрозненных пространств центру с обязательным куполом здесь представлена она маленькая по размеру но когда смотришь на нее значит издалека она кажется большой обратите внимание на прямоугольную такую вот форму рядом это колокольня это единственная в Беларуси в Беларуси храм с подобного рода колокольней вообще потом по такому чешскому образцу колокольню как башню начинают устраивать просто фасад костела и храм будет двухбашенной и так далее а здесь итальянский образец что любопытно опять вот проблема белорусской например культуры долго не понимали что это за башня думали что это просто въездная башня потому что ну как бы храм единственный вот такого прямого итальянского влияния строил его монах который приехал из Италии потом вслед за ним приехал еще один монах который возвел купол купола было сложно строить храм расписан внутри эта сакральная живопись отвечает тому что мы видим в Праге вот тут Прага и Чехия оказываются очень близкими Белоруссии Украине Литве Польше вот так примерно она выглядит это внутренняя иллюзионистическая живопись храм очень маленький но даже здесь на картинке насколько можно представить это подкупольное пространство он благодаря точно рассчитанным пропорциям росписи кажется большим очень даже когда туда заходишь то есть невероятное воздействие живописи все это увеличивается ну раза в 3 в 4 в 5 у кого какое вот чувство но не было еще ни одного человека который бы не сказал что не может быть никогда бы не представил что вот то что он видит будет возможным вот как выглядит сверху свод очень много архитектурных деталей написано очень интересная программа мне эта программа очень нравится там например в этой программе это просто очень сложно сфотографировать эту фреску значит есть фреска представляющая Авраама ведущего Иса Канагору Мариа значит это очень любопытная вещь поскольку вообще такой иконографии почти не встречается ну там жертвоприношение Авраама пожалуйста а чтобы отец вел сына значит идет а так самое то интересное что это как бы это середина 18 века Гегеля еще нет Киркегора еще нет но вот значит ну Киркегора Авраам однозначно значит это самое а у Гегеля он преступник убивающий своего сына а здесь ты понимаешь что человек решает проблему веры вот как у Бродского значит скрипит под ногами этот самый песок там значит Авраам идет значит ну в соответствующем состоянии Исаак ну юный молодой а контрастом такие слуги которые заворачивают вот эти вот пожитки которые вообще не понимают что происходит Авраам решает сложнейшую задачу и вот это в чисто художественном варианте пространственно формально это хорошо все прочитывается то есть ну скажем так живопись которая вполне ну вот польской чешской по программе так скажем может быть сравнима и значима также теперь Несвиш Несвиш это 120 километров от Минска от столицы 120 километров теперь несколько слов о портретах портреты которые я вам показываю они находились в храме это обычным было делом портреты фундаторов и вот перед вами значит портрет дочери матери которая потом после смерти мужа стала настоятельницей вот это вот портрет двух жен значит Януша Радзивилла одна умершая в красном платье другая черная живая вот это тоже традиция жен невероятно уважали в пояснительных надписях к портретам обязательно указывали все количество жен какое было 2 3 4 все это было обязательно написано ну и вообще ценили вот этот род родовые семейные связи бабушки дедушки все в подписях к портретам существовало этот портрет был написан 1746 в 1646 году немецким мастером который возглавлял цех живописцев Вильна потом когда войска Алексея Михайловича взяли Вильна он до этого убежал в Германию но вообще немцы достаточно основательно и многочисленно существовали в белорусских городах как-то один из моих знакомых приехав в Гродно пришел в недоумении говорит идет какой-то зашмыганный мужичишка подходит киоску говорит дайте мне газету на немецком языке ну я думаю пришел покупал селедку завернуть или кто-то попросил он говорит развернул и начал читать говорит рядом то есть до сих пор вот значит это эти семьи немецкие как бы еще встречаются в белорусских городах вообще ремесленники немецкие свои цеха организовывали ну например в городском праве это было записано ремесленник мог приехать показать войту ну бургомистру города значит главе вот этого совета города очень многие имели магдебургское право показать что он умеет и тут мог разрешить ему организовывать цех то есть такая очень если хотите либеральная программа устроения города существовала это все ну вот на уровне скажем соседних славянских стран потому что по-другому было нельзя иначе просто бы не выжили экономически еще один портрет это книга портретов слева портрет основателя рода и одного из представителей это 1758 год вот такие книги аристократические фамилии со своими 14 поколения вот в этой книге представлено портретами ну довольно характерны были для Белоруссии еще один портрет посмотрите если его видно но очень уж простой примитивный вот таких портретов было достаточно много поскольку Белоруссия так же как Украина так же как Литва Польша и Чехия чрезвычайно ценила вот этот вот визуальный ряд представителей ну какой-то семьи фамилии поэтому даже в очень небольшом доме даже в очень скромной усадьбе была своя фамильная генеалогическая портретная галерея и более того очень любили судиться у меня коллеги значит мои коллеги в Польше показывали документы своих родственников за метро земли судились значит так ничего не выигрывали но вот современ моя коллега эти документы имеет своей семьи вот но самое любопытное что значит эти портреты могли участвовать в юридических спорах подтверждая там право владения наличия и так далее то есть портрет был не просто декором украшением он был документом вот перед вами еще один вариант это польское влияние значит который является проводником итальянского влияния перед вами ренессансная фигура из песчаника святого Николая и святого Христофора очень выразительные вот подобного рода скульптурами украшали фасады костелов фасады костелов а вот перед вами архитектура которая появилась в на территории Беларуси в великом княжестве литовском с первой половины 18 века исследователи 30-х годов 20 века дали по аналогии с тем что делали все западноевропейские историки искусства определение этому барокко как местному ну тогда была баварская барокко саксонская ракоко и так далее и так далее вот это все назвали веленским барокко значит в 18 веке готику закрывали как новым платьем и вот эти вот такие сложные ажурные сооружения до сих пор существуют в Белоруссии ну вот это собственно хорошая барокко а вот посмотрите что внутри значит в 1737 году вышел указ запрещающий в храмах делать деревянные алтари иконостасы горело все очень и вот стали делать из такого сложного материала стука оно называлось это гипс алебастр с большим процентом в замесе мелкоизмельченного мрамора причем эта стука накладывали как будто камень формировали один слой он высыхал его полировали накладывали второй и очень часто исследователи подходя вот в стуковом алтарю говорят каменный но то что вы видите перед собой справа отполированный камень это база алтаря и посмотрите какие сложные формы это означает следующее что архитекторы были очень высокого класса вот подобного рода курватуры изгибы они требуют очень высокой инженерной квалификации потому что вычертить такие обломы очень сложно ну и вот то что вы видите слева это алтарь многоярусный многослойный он сложные светотеневые выстраивает планы то есть вот в этом храме нет ничего вырванного из пространства из контекста отдельно это может быть не звучит на картинке но внутри ты попадаешь в этот простор в эту пластику и уже понимаешь очень определенно то настроение тот тот ритм особенность культуры которую дает вот этот стиль который называют национальным белорусским называют по столице великого княжества литовского виленским барокко вот еще примеры это тот же самый алтарь но уже при переходе к своду а вот это деревянный алтарь деревянный алтарь выполненный для храма в Гродно немецким мастером слева сам алтарь гигантский значит на всю высоту около 10 метров а справа его фрагменты очень сложная программа представляющая всех апостолов представляющая всех отцов церкви а завершается все это то что любили делать и в храмах православных и католических изображений частей света в 18 веке изображали значит Америку Европу Африку и Азию значит очень интересная Америка изображалась она изображалась как человек в набедренной повязке то есть по их представлениям это вот была такая достаточно нецивилизованная страна надгробия обязательным таким элементом белорусских храмов является разного рода надгробия вот такие представляющие почти алтари или просто доски доски с бюстами с надписями и так далее храмы в общем-то на территориях Украины Белоруссии Чехии Польши они являются местом такого такой памяти умерших портреты очень часто там их размещают вот такой например памятник классицистически совершенно это конец восемнадцатого века 1787 год это ружаны там находится очень красивый сейчас реставрируемый огромный по площади замок ружанский это все так что такое да спасибо за внимание я боюсь делать какие-то выводы я хотела как раз представить эскиз вот такого очень сложного понимания белорусской культуры и ее невероятной связи с окрестными культурами так что в этом отношении пограничие оказывается хранителем традиций соседних народов при этом формируя свою собственную в какой-то определенный период вы сказали про крепость храм по-моему это школа если не ошибаюсь или это другой могу ошибаться где он стоит вы сказали что там чешское влияние то есть там можно как-то определить может быть архитектора как нельзя то есть документы не сихранилось там даже поскольку это произведение многократно перестраиваемое сейчас там обнаружили граффити граффити и там хоть как-то можно что-то датировать потом поскольку это беспрецедентное строение ну собственно цинковичи маломожейкова и еще супрасли все ну еще несколько храмов было на волыне они таким вот кольцом шли но осталось только третий инкастелированный храма хотя с такими оборонными чертами есть но вот именно такие по форме всего три осталось поэтому значит традиционно все успокаивались говоря что это шестнадцатый век на самом деле это не шестнадцатый конечно век там можно поднимать поднимать и поднимать один вот докажено что был крепостью четырнадцатого века вот только что сейчас я отвечала он без автора есть только три вообще значит авторы появляются барокко ну вот не свежий храм который стал первым памятником барокко на территории восточной Европы его строителем хотя в основе лежит базисная этот самый конечно проект итальянский эль джезу стал Джованни Бернардони имя есть купол строил Бризио есть именно трех архитекторов или строителей Каменецкой баже в этой веже башни Олекса Иоанн строил вот этот вот самый храм Ефросинии Полоцкой еще один я вам храм не показала я его пролеснула мой любимый храм в Гродно его очевидно строил киевский мастер это для нас было принципиально сейчас я с вашего позволения вернусь его строил Петр Мелонек тот который был знаменитым архитектором в Киеве строил вот этот сложный бедубицкий храм на берегу Днепра вот я пролеснула вот эта калужа прошу прощения еще вот она значит это Неман берег Немана очень высокий и река Городничанка то есть это собственно то что определило локацию расположения Гродно но само Гродно зама Гродно он сдвинут оказался а здесь будто бы великий князь переселил из Пскова из предместия Пскова значит горожан которые должны были город охранять ну то есть это все как бы такие не сильно подтвержденные данные но речь идет о том что вот такая вот уникальная вещь оказалась построенной и ее уникальность следующим не знаю видите вы на экране или нет посмотрите ее фасад украшен керамическими плитками вот они выложены там крестами и отполированными камнями то есть такая вот внешняя декоративность которая характерна для храмов южных стран кто-то из вот славян а нет скорее вот сербы сербы вот но у этого высокого берега Немана как сейчас говорят гродненские краеведы мне эта гипотеза их нравится было два русла который разделял остров в 19 веке этот остров значит решили присоединить к берегу сделать там пристань а Неман очень река бурная шумная все время меняющая вот свои там свой поток и Неман разрушил берег и Калужа обрушилась в 1853 году и до сих пор и не знают что с ней делать то есть как вот закрыли эту обрушившуюся стену и свод деревом так она до сих пор и стоит хотя памятник который вызывает невероятное почтение ну и просто она просто красивый памятник вот он стоит эта картинка это фотография 19 века то есть он получается стоит как руина нет он действующий он действующий но просто в руинированном состоянии то есть половина кирпичная каменная а половина деревянная его вот совсем недавно эту деревянную половину заменили попробовали берег как-то укрепить но вполне так скажем пока надежно все это существует но вот смотрите получается если судя по дате то это одно из самых древних странных территорий Беларуси до монгольской еще ну насколько это можно судить это уже почти седьмое что-то монголы Беларуси именовали они полонии ушли вот извините а если вернуться к тому красному храму в каком городе это сын ковичи это маленькая деревенька недалеко от города то есть он до сих пор стоит в голом поле в чистом поле как бы мы сказали там даже нет ничего вокруг ну вот покрова на Нерли да тоже такая если возможно повторите пожалуйста автора Тайны Вечери которую вы показывали у которой обратная перспектива Гески Гески Главный алтарь храма вне свежа который где он вот он как выглядит с краем вот можно еще вопрос вот такой общий ну вот по поводу санку Беларуси да то есть видно что некоторые реставрируются некоторые нет вот допустим замк Новогрудки да он вы не знаете есть ли какие-то планы по его реставрации или там или вот он его решили сохранить видео так же получается очень сложная ситуация замк оружие и оружие кардинально поменялось ну скажем уже середине 17 века замки как таковые вот укрепленные они уже не нужны были вот в 17 веке их еще разрушили основательно и вот то что они перестроили во дворцы оно примерно с этого времени в руина вот Новогрудский замок тоже ну и плюс еще воина поскольку воины использовали эти высотки ну вот я про Хлева вам говорила и сейчас есть в Беларуси программа она называется восстановление замков Беларуси и восстановили замок в мире восстановили замок в Несвеже сейчас восстановили замок в Косово и в Ружаны в работе в Лиде Лиде это Лиде это кстати самый первый замок его еще восстановили в 80-е годы то есть ну такая беспрецедентная была вещь участвовали выдающиеся эти самые российские археологи Рапопорт например ну и сейчас стоит вопрос как к этим замкам подходить или реконструировать или еще какие-то есть программы но вот конечно большая большой вопрос с новогрудским замком поскольку вы видели какая-то руина ее тоже надо как-то консервировать и не знать что делать и сейчас уже в течение уже трех лет рассматривают концепцию но ни на одну не соглашаются потому что ни одна из них не носит эстетического характера то есть какие-то строительные задачи решают что-то укрепляют но образ руины исчезает потому что до конца замок во всей его мощи не восстановить не могут и при этом вот в этих концепциях исчезает обаяние вот этой вот территории вот этой горы которая до сих пор сохраняется ее надо сохранять сохранять ее сложно потому что места свободные и горожане свои маленькие домики стараются в это место поставить сразу разрушается масштаб и маленькая руина начинает казаться еще меньше то есть такая вот проблема то есть сложная очень задача но литовцы считают что тракай плохо сделан потому что реконструкция ну вот она длилась в течение очень долгого времени советское время она носит гипотетический характер и они хотели бы сейчас по-другому все сделать у литовцев есть хороший пример реконструкции с нуля дворца великого князя в центре Вильнюса там они не спеша соответственно аналогиям поскольку стиль известен все это сделали а стракаем получилась немножечко сказочно мифологически к сожалению ну вот вот эта вот стилистика она характерна больше до 19 века вот французские очень многие замки тоже Виолей Ледюк подобным образом восстанавливал но к сожалению нет нет иконографического материала нет точных стилистических каких-то координат чтобы это все реконструировать начинается реконструкция начинается свободное фантазирование поэтому очень опасно я например предлагала делать так как делают в Швеции то есть при помощи компьютерных реконструкций то есть на руине расставляются чипы и тот кто приходит посмотреть памятник он видит его реконструкцию на планшете ну скажем так и соответственно со временем будут какие-то уточнения еще что-то ну и потом в общем-то мы сейчас хорошо уже много видим много знаем и фантазия позволяет нам вот эти вот операции по реконструкции производить поэтому я думаю что конечно такое материальное восстановление замка оно вызовет у потомков ну недоверие определенное да вот так же как с Тракаем получилось хотя Тракай был вообще на наших территориях первым опытом он вызывал но восторг невероятный а в чем основные ошибки именно в Тракаем ну он самый ранний он самый ранний замок по реконструкции по времени его еще начали в советские времена в 70-е его долго очень делали ну первый опыт собственно не было исходников а исходников нет исходников нет исходники требуют очень большой работы вот как раз по этой аналитической сравнительной характеристике вот этих вот всех пограничных территорий где чего было во-первых на соседних территориях мало было что исследовано потом не так легко было поехать куда-то то сейчас мы сели и поехали к них больше то есть надо просто подождать вот все наши желания материализовать что-то они ну наверное чем-то оправданы но потомками явно будут как-то так немножечко иронически восприниматься это не фреска это и это икона основа является иконография западноевропейская гравюрная 18 век гравюра 17 века ну естественно что вольная имперпретация и то что было так скажем в возможностях мастера если спрашивать как бы назвали этого мастера его спокойно могли бы назвать богомазом ну там такой уровень спасибо большое спасибо спасибо спасибо